Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Капитан Крым. Мы сегодня с вами в селе Столбовом. Два года назад мы смотрели, как живет Крымское село, и сегодня предлагаю вам посмотреть, что же изменилось. Но сначала давайте посмотрим дорогу к Столбовому. Как многие из вас знают, компания ВАД отремонтировала дорогу Евпатория-Раздольная. Сейчас практически заканчиваются работы на этом направлении. В ближайшее время Столбовое будет связано с Евпаторией отличной и ровной дорогой, а главное безопасной. Кстати, в 2019 году Столбовое стало победителем в конкурсе «Лучшее сельское поселение Республики Крым». Вот такие вот достижения. Ну а пока мы с вами едем, вы можете немного насладиться красотами Степного Крыма. Крымское сельское сельское просе Предлагаю пройтись по местным достопримечательностям. Начнем, наверное, с детского сада, с самых маленьких. Как они сегодня живут? Давайте подойдем и спросим у заведующих детского сада. Добрый день. Здравствуйте. Как у вас дела? Два года мы с вами назад встречались. Расскажите, что у вас сегодня происходит? Как детишки? Как вообще что? У нас жизнь так и продолжает бить ключом. Подрастающее наше поколение растет и увеличивается. У нас уже братья, которые выпустились, уже пришли их меньшие братья и сестры. Сейчас у нас тихий час, но мы с вами можем пройти и потихонечку посмотреть, как же мы живем сейчас. Давайте. Сколько у вас сейчас детей в детском саду? Количество наших детей выросло. У нас уже около 90 детишек посещают детский сад. Это все столбовские? Да. И из соседних деревень мы тоже не отказываем. Мы их берем. Ну, их очень мало, но мы берем. То есть потихоньку детский сад наполняется детьми? Наполняется. А как думаете, будет такое время, что не хватит места? Или будете расширяться? Я думаю, что если будет такая пополняемость детского сада, что нам нужно будет расшириться, мы это исполним. И детишек мы уже сейчас увеличили возраст, которого мы берем, с полутора лет. С полутора лет? Да. То есть как закончилась молочная кухня, добро пожаловать к нам. Сейчас тихий час, а мы с вами зайдем и посмотрим, кто же спит, а кто балуется. Пойдемте. Ваш воспитатель. Здравствуйте. Все спят, нет? Все почти спят. Молодцы. Сейчас на улице жара, почти 30 градусов. У вас в детском саду комфортно и прохладно? Кондиционеры работают? Да. Молодцы. Здорово. Да. Я не знаю, в моем детстве в детском саду кондиционеров не было. А у нас есть, мы вот современное поколение воспитываем. У нас же детский сад, у нас проходят занятия по лепке, по рисованию. Вот здесь мы выставляем все работы наших воспитанников, для того, чтобы мамы могли посмотреть. Так как мы работаем в COVID-19, родители не могут посещать. Мы все это онлайн в вайбер-группах освещаем, показываем, кто что делает на занятиях. Хлебо, 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 хлебное изделие мы делали, да. Здорово. Яблочки, муточки. А как вообще дети сейчас интересуются? Сейчас же многие дети сидят в телефоне, в гаджетах, их не оторвешь. Ваши воспитанники. Наша задача отрывать их. То есть вы их отрываете? Вот пока они в детском саду, гаджеты у нас запрещены. То есть вы им вкус к жизни немножко даете? Да, меняем. А сколько уже было выпуска в детском саду? Полноценных, 4 выпуска можно выпустить. А не полноценных? Еще плюс один. То есть маленький. В начале? Да. Да, самый первый. А так 4 полноценных выпуска. И в этом году у нас уже будет юбилей. Мы будем выпускать пятый юбилейный выпуск. То есть вот в следующем учебном получается. Вот который начинается, да? В 2021-2022. В 2022 году. Ну, я вас поздравляю. Мы сами рады тоже. А еще у нас недавно открылось новое футбольное поле. Современное. И мы можем пройти и посмотреть. Хорошо, сейчас пойдем. Добро пожаловать. Так, давайте посмотрим на футбольное поле. Ух ты, смотрите. Прямо не сельское, честно вам скажу. Столбовое уже стало неким таким примером крымских сел современных. Вот видите, здесь висят портреты легенд футбола. СССР и зарубежные звезды, и наши. Те, кто футбол любит, я думаю, узнает. Вот ребята гоняют мяч. Смотрите, какая панорама красивая. Небо просто сегодня фантастическое. Знаете, в моем детстве таких футбольных полей даже в школах и в Патуре не было. Было все гораздо скромнее и проще. А здесь, ну, я не знаю, уровень вот такой. Ребят, привет. Здравствуйте. Как у вас дела? Я смотрю, у вас поле здесь такое шикарное появилось. Раньше вы где играли в футбол? Ну, там старое. Старое поле. Старое поле. Это вот там за сценой, да, которая сейчас? Да. А сейчас как вам вообще? Отлично. Как? Сейчас это классное поле. Самое лучшее. Да, тут много здесь. Часто играете в футбол? Да. А команда растет, увеличивается? Ну, потихоньку подняется. Или у вас пока своей команды нет здесь? Да, нет. Нет, да? Но как считаете, появится команда полноценная в столбовом? Да. Вы бы этого хотели? Да. Ну, удачи вам и побольше побед в матчах. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Канадская дисковая «Барона» РТС, Салфорд Это технология вертикальной обработки почвы Моев глубочайшего убеждения У кого не будет такой машины Давай поближе подойдем Покажешь, что я Прямо хочу посмотреть, само интересно Это получается с ее помощью быстрее и качественнее можно все это делать? Да, за этим трактором у него 375 лошадиных сил, 8,5 метров РТС, вертикальная обработка почвы, то есть он не переворачивает почву, а просто смещает с места на место. Дабы сохранять влагу максимально и распределять пожневные остатки в виде соломы, делать как одеяло для земли. В последующем это будет плодородный будущий слой для будущего посева, также укрывает от прямых попаданий лучей солнца и всего остального, то есть сохраняет максимально влагу. То есть его помощью еще лучше будут поля обрабатываться? Да, совершенно верно, с его помощью быстрее и лучше, на сегодняшний день эта машина ходит по полю со скоростью 19 км в час, она заменяет у нас в хозяйстве, были отечественные трактора, у нас тоже другие с ними орудия были, эта машина заменяет 4 единицы. В этом году так, чтобы засуха сильно нет, а вот дожди, да, дожди внесли свою лепту, конечно, сложная уборочная кампания, зерновые зарастают сорняками, влаги очень много, но в этом есть как свои минусы, так и свои плюсы. В нашем деле, как бы особенно в Крыму, влаги лишней не бывает, поэтому та влага, которая сегодня летом есть, и мы ее максимально стараемся сохранить, она нам пригодится вот буквально в сентябре в будущую пассивную кампанию. Поэтому есть сложности с уборкой, но ничего, мы с ними справляемся. Несмотря ни на что, как бы колос есть, зерно в нем есть, и даже больше скажу, с учетом той влаги, которая была, промытые дожди, промытый колос и пшеница, но тем не менее, классность зерна в то же время хорошая. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, как дела? Нормально. Я смотрю, у вас ферма потихоньку развивается, что нового? Ну, как обычно, растем, молоко пользуется пока мисс спросом, я имею ввиду на молокозаводов. Ну, у вас вкусное молоко, я думаю, будет всегда... Ну, оно крымское, сельское, оно должно быть вкусным. В этом году участвуем в проекте «Семейная животноводческая ферма», это большой такой грант от государства, это семейная животноводческая ферма, там до 10 миллионов рублей дают на развитие. Будут расширяться? Будем расширяться, у нас в планах построительство коровника на 120 голов дойного, именно дойного. Сейчас, на данный момент, у нас 50. Ну, уже у нас будет 120 дойного. Это федеральный грант? Да, это вот этот федеральный грант. У нас есть еще в Министерстве сельского хозяйства, есть агро-стартап, это... Крыма. Крыма, это именно крымский грант, но это мы уже, мы уже как бы уже, как можно сказать, переросли, переросли мы уже крепкие фермеры. Ну, и как бы вот, даст в этом году Бог, мы поучаствуем и... А уверенность есть в том, что все получится? Ну, конечно, потому что мы уже в этой сфере 7 лет, ну, если... С 2015 года у нас оформлено хозяйство. В шестнадцатом году я брал первый грант, это на малые формы, ну, животноводство, мы получали миллион 450, мы пять лет в этом поле отработали, честно, как бы, а у нас, о нас все говорят, знают, что мы будем. То есть настроение есть, силы тоже? Ну, силы и настроение, силы есть всегда, настроение, конечно, будет, но все зависит от того, что как... Главное, чтобы шаг был вперед, идти, как бы развиваемся и останавливаться. Не останавливаться. Усадка, говорит, будет будущий генофонд, в плане, ну, это будущие коровы. Телят, ваш. Наши телята, это мы, вот, мое хозяйство, я не покупаю именно коров, животных, я сугубо свое, это именно галшинизированная красная степная, мы ее так назовем, породу. Ну, вообще, это красная степная, мы работаем по ней, это наша, наша корова, она еще на нашей миге. А я вот смотрю, вообще, по России едешь, в каждом регионе они отличаются, породы, да, ну, вообще, коровы по цвету, там... Ну, конечно, есть, получается, их, благодаря той селекции, которая была раньше, их выращивали под каждый регион, каждое животное. Допустим, красная степная, она из-за чего, это для степного Крыма, она именно, она на пастбище хорошо себя проявляет. Кстати, очень высококачественное молоко с высокой жирностью, на данный момент жирность у нее, ну, при, как бы, высоком содержании, ну, травы на пастбище, а у нее жирность это 4.0, это хорошая жирность, считается, это... То есть, ваши показатели... Наши показатели, на данный момент, 4.0 жирность, 3.940, это, как бы, это очень хорошее, ну, я знаю, что галштина, чистая галштина, она дает 3.8, как бы, а это наша, ну, галштина объемом берет, а наши качества. То есть, вы их любите, они вас за это благодарят хорошим молоком? Ну, конечно, у нас взаимообметка. Вот как раз наше молоко, то, что производство собственного, так говорится, наши буренки дают, вот, пожалуйста. Это оно замороженное? Сейчас, на данный момент, да, вот, плюс 5, вы видите, ну, дача включился, плюс 5. Ну, оно остывает до плюс 2, ну, и если чуть-чуть намутить с электроникой, можно и сделать мороженое, как бы. Это наша гордость, наш холодильник. Мы его покупали, кстати, за грандусские средства, дорогостоящая вещь. Помогает работать? Ну, конечно, это самое главное, как опора на него. Бывают случаи, когда у автомобиля на заводе сломался, ну, это же техника такая. Мы его охлаждаем, перекачиваем в этот охладитель, он у нас тут-то, получается, хранится, ждет. Ну, до 36 часов молоко имеем право на ферме, ну, держать, тогда, а потом уже на переработку. Работка на завод, на пастеризацию. Бахтер, а вот в этом году, особенно весной, вот по всем новостным каналам везде говорили, Крым, в Крыму засуха, воды нет, Крым умирает без воды, сельское хозяйство погибает. Как у тебя дело с этим остается? Я думаю, что в этом году проблем таких как раз-таки и нет. В этом году у нас отлично обильные осадки, я бы сказал. На данный момент поля, ну, чуть-чуть подсохли, но у меня сейчас корова на данный момент на выпасть. И, как бы, где они пасутся, там все зеленое. Ну, они переходят те, ну, мы, получается, переходим посевы, которые убрались. Их убрали, а мы переходим, ну, там у нас есть выпасные пастбища, как бы, ну, и коровы находят. На данный момент приходят сытые, как бы, ну, дома, естественно, порядка вещей, мы их подкармливаем, как бы, ну, в этом году влаги хватает. По сравнению с тем годом, этот год у нас... То есть в том году было хуже? В том году было засусливое и лето, и в этом году и весна началась такая хорошая, и лето началось именно как раз-таки с осадков. И сейчас, вот, судя по новостным каналам, у нас и Кирч заливает опять, ну... Ну, да, воды Крыму в этом году хватает. В этом году, ну, хотелось бы хотя бы обильно, ну, чтобы, я имею в виду, ну, не так, как, катастрофически, как сейчас именно. То нет, то много. Да. Ну, от крайности в крайность, как говорят же, ну, у нас на данный момент, как бы, вот так вот. Ну, а Степной Крым, мы влаги, он не боится, он, чем больше дождей, тем нам лучше. И он ее держит, и потом отдает. Он ее держит, и он отдает, и, опять же, и нам, животноводам, это для травы, растеневодам, для урожая, как бы, все связано. Ну, спасибо тебе, удачи в развитии. Спасибо большое вам тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, а сегодня в Столбовом день села, 21 августа. Давайте посмотрим, как гуляют селяне. За этих два года у нас, конечно, произошли большие изменения. У нас открылись дополнительные площадки. У нас открыли новый парк, единство и согласие, где, в принципе, в этом году мы и перенесли наше мероприятие, где все для детей, все для жителей очень прекрасно получилось. Сегодня будет большой праздник, да? Да, сегодня у нас будет большой праздник. У нас сегодня мероприятие, День села и урожая, где собираются все жители села. Это мы как возобновили, как при Советских Союзах было, так и... Это единственный праздник в году, когда собираются все жители вместе. То есть проводятся некие итоги года? Да, можно так сказать. Давайте посмотрим, как выглядят... Сейчас, правда, дети все на пенной вечеринке. Как выглядят площадки. Здесь огромный корабль. Эта концепция, я помню, в марте рассказывали, открыли в марте для детей эту площадку. Концепция, что в степи, далеко от моря, детям все равно интересно, стоит корабль. Видите? Потом персонажи советских мультфильмов. Там магазинчик, здесь детский сад, за ним футбольное поле, которое мы с вами смотрели. Ну, пойдемте в парк посмотрим. Праздник нашей малой родины. День села Столбового. Где бы мы ни оказались с трепетом и легкой стойской в груди, мы будем вспоминать именно этот. Я очень рада приветствовать вас на нашей новой сцене, в нашем парке «Единство и согласие». Долгожданный день, волнительный день, но я думаю, у нас все получится. С праздником у нас, дорогие. Ну и начинаем. День села Столбового. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я понимаю, кондиционер с неба упал. Ваш номер? 102. Нина Григорьевна, ваша фамилия Заиченко? Да. Нина Григорьевна. Она. 102. Кондиционер ваш. Становитесь рядышком с ним. Ребята, проведите Нину Григорьевну. Кондиционер уже ваш. Открою секрет, если сможете унести, мы его даже бесплатно вам откатим. Нет, я пошутил, он уже ваш. Совершенно бесплатно, ваш. Итак, дорогие друзья, мы разыгрываем вот этот маленький телевизор. Смарт-ТВ. Нет, вы стоите, вы стоите, а духу крадут. Итак, Евочка, разыгрываем телевизор. Доставай одну бумажечку. Громко номер. 188. 188. Обладатель номера 188. Чук Светлана Андреевна, бухгалтер нашего предприятия. Обои в плечу. А это же как интересно получилось. Стыдно? Стыдно выигрывать. Вот так вот, это лотерея. А что ж вы стесняетесь-то? Вы такой же гражданин, такой же житель и жаню. Вадим Ильич мог выиграть. Мы поздравляем вас. Этот телевизор ваш. Кстати, у нее вчера день рождения было. Во как. Ева, вот ты молодец. Так я ей подарок дарил. Вот молодец. Итак, уважаемые дамы и господа. Скрестили пальчики. Сейчас мы узнаем, кто уедет вот на этом мацицикеле. Самое главное, что тут даже бензин не надо. Он заряжается от сети. Раз. Анна Витальевна, а можно вас пригласить? У вас же там где-то ключи. Отдайте. Я понимаю, вы идите сюда в любом случае. Вы не вы, ключи сюда, давайте. Она говорит, я даже платье купила под него. Платье тоже бухгалтер предприятия. Телевизор выиграл, еще вы выиграете. Смотрите, как бы вы смотрелись на этом мацицикеле. Крути, Ева, еще. Девочка, давай, крути. Самый ответственный момент. Кто же станет обладателем этого электробайка? Так, интрига, интрига, интрига. Тихо, Ева. Не кричи пока, изучи эти цифры. Эти цифры знает только трое. Я, Вадим Леонидович и Ева. Ева молчит. Итак, обладателем этого суперэлектробайка становится обладатель номера... 249. 249. Смотрим свои ручки. Есть 249? Бежит, вам можно по газону даже. Бежит. Можно было по газону. Давайте проверять. Это Ирина Александровна. Стоп, 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 стоп. Вы сразу сказали, а вдруг она не она. Так. Какой номер? 249. 249. Данильченко, Ирина Отчества. Как? Александровна. Кто из вас будет на нем кататься? Ваши аплодисменты! Вот эта троица стала обладателем электробайка. Идите за ключами. Почему? Аплодисменты! У нас все честно. Девушки, спасибо тебе. Спасибо. 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 Давайте фото. Фото на память. Они растерялись. Они просто растерялись. Идите. Это уже ваше. Это уже ваше. И эти безумные аплодисменты! Ревностные аплодисменты! Но на праздники у нас все честно. Детская рука достала обладателей этих номеров. На прогулку вышла ядраня, Колоба не плавает свиня. Пьяный хлоп лежит под парканом И галостит баба за векном. Ой, село, тут мы народились. Ой, село, тут співать навчились. А корова мукает, свинья в тени хрюхи. Сонцем голову печет, гайка барабан кучет. Сонцем голову печет, гайка барабан кучет, гайка барабан кучет. Ой, село, тут ми народились. Ой, село, тут співать навчились. А корова мукает, свинья в тени хрюхи. Сонцем голову печет, гайка барабан кучет. Сонцем голову печет, гайка барабан кучет. Четыр! Три! Два! 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 Два ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА